В своем докладе я бы хотела войти от тема 1812 года и вернуться лет на 12-14 назад и сосредоточить свое внимание на египетской экспедиции Бонапарта как первой постреволюционной экспедиции в той далекий Восточный регион. Итак, Восточная экспедиция Бонапарта стала порогным моментом в истории не только разных стран, в частности Египта, но и в истории Европы. Ведь именно эта экспедиция открыла мир в древнюю египетскую цивилизацию, заразила Европу египтоманией и так близко столкнул Француз с Восточным другим. Именно на том, каким виден Француз Восток, его общество и население, я бы хотела сосредоточить внимание в своем докладе, поскольку до после революционной Франции именно Восток, отдаленный и все не похожий на Европу регион, стал тем самым зеркалом, что отражает собственную идентичность. Другим, таким же отдаленным, мало знакомым и тоже Восточного региона для Француза встанет Россия, куда они отправятся спустя десятилетия. И не раз в своих личных сочинениях о России участники похода в Россию будут проводить проявление египетской компании. Итак, специфику представления по Востоке я бы хотела рассмотреть на примере восприятия французами Египта, поскольку на протяжении Восточной Французы более всего взаимодействовали с жителями именно этой провинции Османской империи. И на основе впечатлений о ней сделаны более глобальные обобщения о Востоке, о Восточном обществе и о Восточных людях. Еще до отправления экспедиционных войск в Египет и Сирию будущие участники экспедиции составили себе представление о том регионе, куда они собираются отправиться. В XVI-XVIII веках Египет посетила множество изграничных путешественников, которые по прибытии на родину публиковали свои впечатления в форме записок и минуаров. И если в XVI-XVII веках Египет представал на страницах этих сочинений как отдаленный диководный регион, которому приписывались фантастические черты, то, начиная с игрушек просвещения, начинается научное изучение этой цикле тоже. Среди сочинений о Востоке, распространенных на коммуне французской экспедиции, наибольшее признание и авторитет получили книги французских предшественников Клода Есена Савари и Константена Франсуа Шелсберка, известного более под псевдонимом Вальмэй. Их работы представляют собой обстоятельные и очень подробные исследования абсолютно всех сторон жизни Египта, политической, экономической, социальной, особенностей климата, географии, нраво-заработающих местного населения. Оба автора показали Египет как страну исключительно богатую, причем во всех отношениях, с благодатным климатом, несекаемым водородием, удачным географическим положением, а также потенциальным историческим открытием. Тем не менее, как следует сочинение Вальмэй Савари, эта уникальная страна столь бездарно направляется на влёгами и осмагами, что Египет находится в выпустении и упадке. Оба автора не раз упоминали о необходимом Египту мутором управлении и просвещенных правителях, настойчиво устали в слабости военной защите Египта и обещали возможную поддержку со стороны местного населения. Едва для читателей книг «Савари и Вальмэя» смогли отсадку сомнения в том, что именно Европа и европейцы с их уровня в развитии знаний должны вернуть Египту было увеличить и утраченную славу. Таким образом, сдоркнувшиеся в Египте французы ожидали увидеть нечто подобное. Тем не менее, реальность оказалась совсем иной. Многие солдаты, находящиеся под влиянием других путешественников, испытали настоящее потрясение от встречи с Египтом. Многочасовые переходы сквозь пустынные районы джаван прилимности были очень непривычными для солдат. Зачастую они питались одними речтынями и вынуждены были пить в воду из милок. Кроме того, у джазики и господицы страдали от бог, москитов, скорпионов, водных болезней, вызваны светящим солнцем. Многие не поддерживали и заканчивали жениться самоубийством. В результате своих письмах и дневниках участники экспедиции стали буквально проклинать обязание Египта путешественников. Это не как и письма подавляющего ученика, лейтенантива проходила страшное желание вернуться домой. Не меньше наспитанием для участников экспедиции стало и отношение местного населения к воевателям. Некто Твистер писал родственникам, цитируя, я задаю вопрос самому себе, как правительство Франции пошло на подобные предприятия и подвергла опасности армию 40 тысяч человек, отправив ее подчинять стоят зверевых и стоят темных людей. То есть то, что ожидали видеть участники экспедиции, разительно отличалось от того, с чем им пришлось покрыть. Я бы хотела остановиться на нескольких ключевых моментах того, какое впечатление о Востоке и Восточном обществе зафиксировали участники французского вохода в Египет в своих дневных картописках. Восточные люди, лейтенантом, наделяются сочинением участников экспедиции такими чертами, как невежество, отсталость, развитие по сравнению с европейцами и жестокость. Протвы не раз предъявлялись, что сражающиеся против них местные жители не соблюдают правила войны, не имеют жалость к пленам и подозрительно относятся к фронтфондах в мирное время. Отмечали о ней и жестокость отречет, жителей Востока. Кроме того, восточные люди в сочинении участников экспедиции описывались как ленивые и пассивные. Подобное поведение объяснялось тем, что на Востоке в целом лежит в атмосфере рабства, поскольку у власти здесь в рекаме находились тираны и деспоты, а остальная часть населения была вынесена им подчиняться. Так, один участник экспедиции, партной Берн-Лео, отмечал в письме жене. Конечно, люди образованные и просвещенные не стали бы страдать от такой тиранией и скорее восстали бы против агонитации, чем успели бы их игр. Но эти неверноственные люди того не осознают и выносят все же смирением и покорностью. Одним из факторов, способствующим сохранению подобных состояния, участники экспедиции считали религию ислам. И хотя, как и в письмах, они показывают очень поверхностное знание основной религии, тем не менее, ее огромной чертой они называют фанатизмом. Так, тот же партнер Берн-Лео писал, что султан смог по буддийскому восстанию жителей Египта, поскольку цитирую, османский двор прекрасно знает о фанатизме египтян, считающемся одним из самых сильных на Востоке. Более таком, очевидно, что эту религию он читал уменьшим переживку. Так, описывая лагерь паломников, которые должны отправиться в дневную медину, он отмечал, цитирует, «Я был действительно поражен невероятными бедствиями, которые эти темные фанатики терпят и страдают. Рассматривая этих несчастных паломников, отец в грубище, я пытался постигнуть мотивы, которые их приводят к подобному национатизму. Как они могут закрывать глаза на просвещение и уши от волоса разных? В целом, участники экспедиции воспринимали ислам в общем духе антирелигиозных наставлений постреволюционной божьей, и в их глазах этой религии было препятствие на пути прогресса. Хотя надо отметить, что и христиан Египта французы отписывали также весьма элицеприятно. Примечательно, что, считая восточных людей, в частности в жизни Египта, жестокими варварами, участники экспедиции видят черты варварства и рабства вообще повсюду. Так, при описании традиционного элемента ближневосточной архитектуры поширали, то есть вида балкона, закрытого узорной решеткой. Многие французы отмечали, что эти балконы внушают им, цитирую, мысли о тюрьме и насилии. Инженер Желуа, описывая хаирскую цитадель, отмечал, что оно величественное и красиво, но и здесь он находился, цитирует, вкус довольно варварских деталях. Необычные восточные музыки, танцы и одежды также вызывали непонимание и отношения у французов. Звуки арабских музыкальных инструментов участники экспедиции называли неприятными, а танцы непристойными племянами. Настоящим потрясением для участников экспедиции стал облик остаточным городом, особенно столице, Каина. Ожидая увидеть богатый заведующий город, французы были разочарованы тем, что предстало перед их глазами. Как писал генерал Моран, цитирую, «Этот город, который турки считают вторым в обозначении в своей огромной империи, жители Африки признают в столице мира центр богатства, роскоши и величия, а арабы, йемены, хеджазы, великих пустын и остальные мусульмане глубоко прочитают, называя святынь и победоносно, выглядит для европейцев всего лишь огромной, бедной и грязной деревней». Некоторый писатель сообщал о родственнику ОКР, цитирую, «Я думал, что прибывая в город с той знаменитой своей торговлей с Индией, мы обнаружим изобилие людей более цивилизованных. Но мы ожидали не ображдаться. И из-за исключения европейцев, обосновавшихся здесь народ, в Египте такой же валость и такой же невежественный, как в Египте с Андреем». Естественно, что на фоне типов и невежественных людей, восточных людей, участники экспедиции не только представали на страницах своих сочинений в исключительно выгодном свете, но и преисполняли собреждения о собственном культурном превосходстве. Например, тот же портной Бернале описывает случай, когда двое динозёров после битвы в пирамид схватили молнию и решили снять с него богатую красивую одежду, а потом убить. Но Бернале подбежал к ним со словами «пушевания», настаивая на том, что французы в их силу своего развития должны руководствоваться гуманностью в действиях. Я знаю, что мы, французы, и что сражаясь со славой, независимостью и свободой нашей нации, не должны отмечаться от остальных. Мы не должны ображать роман, которые стали жестокими вапорами только потому, что упоминают о том, что повинуются своим хозяевам-ветеранам. Более того, через сочинение участников экспедиции перед мотивом проходит мысль о том, что необходимо цивилизовать местных жителей, приобщить их к французским нравам. Тем не менее, зачастую самые труппанцы действовали открытые цивилизованными методами, согласуя свои действия с тем, что они считали предметом на Востоке. Одним из их чащих примеров является жестокая казнь Сулеймана из Алеппо, которую убил генерала Грибера. Военный тригунал приговорил его к сожжению руки и сожжанию на руку. Очевидно, таким образом руководство армии хотело образно выражать, говорить с людьми Востока на их языке. Кроме того, уже в первые месяцы пребывания в Египте Бенопард писали в карьеру генералу заем Чеху в провинцию Эгену. Цитирую. Необходимо, чтобы мы обращались с турками, а вот турками, что он так называли вообще в смысле Эгипта, как можно более жестоко. Каждый день здесь отрубают по три головы и поносят их по карьеру. Это единственный способ подчинить себе этих людей. Убедив себя в дикости и жестокости восточных людей, французы поступали по отношению к ним с такой жестокостью, которую они никогда бы не позволили себе уплебить в общении с европейцами. Более того, участники экспедиции действовали на практике в нарушении даже тех самых лозунгов и принципов, которые у них на родине возгласила революция, и которые они, считая себя освободительными Египта от османского дисплотизма, якобы привнесли с собой в эту страну. На практике они поощряли роботоговню, садили без суда и всеми способами вспомогали деньгам населения. Подробная политика, ведущая в разрез с идеей о цивилизационном превосходстве европейцев на диджину восточными людьми, вызывала отторжение у некоторых участников похода. Так, уже упоминавшийся Вернуре отмечал с возмущением, что французский отряд очень жестоко собирал народ из жителей деревни недалеко от Хаира, подвергая заждуков наказанием палкам. Портой очень эмоционально обсуждает о том, что республиканские законы должны делать людей счастливыми и рассматривать их как братья. А на деле получается, что французы в Египте, руководствуясь уменьшими законами, а цитируют, подражают, к примеру, в самых шестых стиранах, чтобы взыскать в народе селян. Вернуре жалеет несчастных жителей, подвергшихся такой несправедливости, и пишет, цитирует, «Нас самих оскорбляет больше всего то, чтобы напарно использовать те же методы, что и моллюки». Приняясь к местным населениям религии, французы также пытались использовать свои политики по отношению к нему. Это происходило только на официальном уровне, когда Адбон Афартев в прокламации заявлял, что французы являются истинными мусульманами, но и на повседневном уровне общения. Так, один из участников экспедиции, Буае, в письме родителей приводит историю о том, как шейф в одной из деревьев, куда пришли французы, вышел на встречу им вместе со всем населением и спросил, цитирую, «Какое право имеют христиане захватывать страну, которая принадлежит в виде хру султана». На что предприимчивый француз ответил, цитирую, «Это поколи Бога и его пророка Магомета, который нас сюда предвели». Вообще же, в своих обращениях к местному населению участники экспедиции может два раза прибегать в подобные демографии. Пропадая итог, хочу отметить, что сложившиеся в умах участников экспедиции «Образ Востока» определяли их политику в Египте и Сирии. Кроме того, именно в этом первом далеком постреволюционном походе французы осознавали свою коллективную идентичность. Именно в сравнении с местными жителями, с их привычками, обычаями, религией, французы осознавали свое превосходство в культурном плане, утверждали во мнении его необходимости распространения ценностей французской революции. Кроме того, обобщения про восточных людей в восточном обществе открывали путь в складывании стереотипов о Востоке. Мотив необходимости цивилизовать отсталых с точки зрения европейцев восточных людей положил начало всему колониальному дискурсу, который определял политику европейцев в США на Востоке еще долгое время. Спасибо за внимание.